Потолки текут не первый год, но в этом проблема особенно заметна. Но управляющая компания дома по Новосибирской 1А для срочного ремонта причин не видит. А в госинспекции им отвечают, что чинить не на что. Мне сказали, нужно 12 миллионов на эту крышу, что крышу надо делать вот такого дома, чердачного типа. Потому что там настолько все в ужасном состоянии, что малейший снег, все это течет. Но когда течет, здесь просто катастрофа, все просто вот так льется. А вот у дома по проспекту Футбольная 16 проблема комплексная. Несмотря на протечку, капремонт делать нельзя. Дом аварийный, если крышу разобрать, рухнут стены. Прокуратура приезжала, но подвижек не произошло. О компенсациях за испорченный ремонт речи не идет. Они сначала нам обещали, обещали, но приехали, посмотрели. А мы не самоубийцы, лезьте туда. Мужу 70 лет уже, он сам на крышу не может лезть. А в комментариях нам пишут, а вы ленивые, не хотите сами крышу сделать. Внучка двух пацанов своих мальчиков привела на крышу посадить. Они мне скидали половину, чтобы не так текло. 500 рублей я им заплатила. Новосибирская Дина, Песчаная, 74, футбольный проезд 16, Никитина, 28. Известные нам проблемные дома. Но по факту таких адресов намного больше. Их общая проблема – длинная очередь на бюджетный капремонт. Например, на Никитина, 28 заменят кровлю только в 2028 году. Очередь на капремонт зависит от нескольких критериев. Когда дом был введен в эксплуатацию, срок годности составляющих его элементов, дата последнего капремонта. Важный нюанс – очередь ближе у тех домов, где все собственники исправно платят взносы. А также, если они согласны на дополнительные расходы на капремонт из своих кошельков. Если ситуация критическая и дом нужно ремонтировать раньше, можно ускорить очередь. Но тогда жильцам все равно придется раскошелиться. Они могут провести за свой счет, собрав деньги на общем собрании, экспертизу, которая установит аварийность крыши и необходимость более срочного ремонта. И уже данную экспертизу необходимо будет подать в фонд регионального оператора, а также в администрацию. Стали того, чтобы комиссия, которая рассматривает сроки, утвердила сокращение данного срока и передвинула дом по списку, получается, выше. Второй путь – ремонт за свой счет. Но на это большинство собственников не готово. Нижним этажам ничего не надо. У них все сухо. Первые этажи не жилые. В квартире плесень, мокруши пешком ходят. Хотели над собой сами перекрыть. В ЖЭУ говорят, что будут снег скидывать и нет гарантии, что не повредят кровлю. Судя по официальным данным, на март текущего года отремонтированы подъезды крыши коммуникации 25 домов. В очереди на год 83 дома. Все дома, перечисленные в нашем репортаже, не входят в очередь на капремонт в этом году. Несмотря на существенные проблемы, вот такой замкнутый круг бюрократической системы. Пока первые этажи отказываются платить за внеочередной дорогостоящий ремонт, их соседи сверху живут с плесенью на потолках и тазиками наперевес. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.